Здравствуйте, это канал Дикий Лайф. Меня зовут Виталий Дикий. Приветствую всех своих подписчиков и тех, кто потенциально может им стать. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео, лайкайте, комментируйте. Это важно для меня как автора. Сегодня мой гость, аналитик Константин Натанович Боровой. Здравствуйте. Здравствуйте, Виталий. Рад вас видеть. Думаю, что я получу ущерпывающие ответы на мои вопросы. Ну, давайте начнем с публикации в Нью-Йорк Таймс. Значит, там сказано о том, меня вообще очень интересуют тенденции, о чем пишут в западной прессе, в первую очередь, американской. Так вот, они говорят, что Байден сталкивается с переделами своего влияния в двух международных конфликтах, определяющих его президентство в будущем. Ну, идет речь о втором сроке. Это говорится об ситуации в Израиле и о ситуации в Украине. Вы согласны с таким утверждением? Ну, да, в общем, Байден, понимаете, остался ему год. Он, в общем, то, что называется в Америке почти, то, что называется хромая утка. По-видимому, это последний его срок, потому что в его поведении проявляются признаки, ну, усталости. Давайте так деликатно скажем. И ему очень не везет. Вот, в общем, инициативы политические заканчиваются почти всегда каким-то очевидным неуспехом. Вот как это началось в Афганистане. Казалось бы, решенная проблема. Обо всем договорились там дипломаты, Трамп. И, тем не менее, происходят, ну, совершенно неожиданные результаты, которые никто не рассчитывает. Но в любом случае, вот, нужно судить и человека по его делам. Аналитики говорят, что, в общем-то, президент США Байден так и не смог уговорить Натаньяху организовать гуманитарные паузы в бомбардировках газа. Далее, в Украине главком заложенный, вы же знаете, выступил с заявлениями, то есть появилась его статья, его интервью. Он там заявлял о открытом, о том, что какой-то наблюдается сейчас тупик на фронте. Ну, и говорят, что окружение Байдена не очень с этим совсем согласно. Они говорят о том, что, мол, если все и там, и там так неоднозначно, то правильно ли мы делаем, что выделяем такие огромные деньги на Израиль, который не находится под влиянием США и ведет самостоятельную игру в этом процессе, и Украину, где заложенный откровенно сказал, что тупик на фронте. Ну, понимаете, очень важно называть точно вещи своими именами. Безусловно, Израиль не находится под влиянием демократической партии США. И было бы странно ожидать от консервативно настроенного Натаньяху, что он будет поддерживать инициативы, в общем, социалистов. То, что касается Украины, понимаете, тут есть некоторое разночтение между реальностью и заявленными целями. Республиканцы, новый спикер большинства в Нижней Палате Конгресса, обратился к Байдену с предложением сформулировать цели деятельности США в Украине, потому что, ну, возникла действительно абсурдная, противоречивая ситуация. С одной стороны, Соединенные Штаты якобы помогают Украине, но эта помощь недостаточна, и помощь очень ограничена, и ограничена качественно. Понимаете, оружие... Солужный ведь намекнул на это в своем заявлении, он сказал, что недостаточно, не хватает технологического прорыва. Ну, в переводе на обычный язык это означает, что поставляется не современное оружие, а оружие середины 20 века, и с помощью современного оружия эту войну можно было бы закончить. Вот, но неясность цели Соединенных Штатов в Украине, не сформулированность, приводит к тому, что Энтони Блинкен заявляет, что наша цель – не допустить разгрома Путина. А Байден говорит о том, что помогать будем столько, сколько будет необходимо, но он не может нести ответственность за действия, скажем, Конгресса. Понимаете, он находится в некоторой конфронтации с Конгрессом, или Конгресс находится с ним в конфронтации. И несформулированность, так сказать, цели приводит к тому, что, ну, вот Украина сегодня просто вынуждена вести мирные переговоры, потому что, ну, иначе просто погибнуть может страна под оккупацией. Но Украина пока что не говорит о прямых переговорах с Россией и пытается избегать подобных заявлений по причине проведения операции в зоне боевых действий. Я так понимаю, речь идет пока о продолжении контрнаступления. Но это отдельная тема для разговоров у разных... Но это нет, это нормально, давайте ее тоже... Но я хотел вас спросить. Значит, вы вспомнили о том, что там республиканцы требуют от Байдена, так давайте все-таки не просто так, в общем-то, аморфно скажем о целях. Конкретно было сказано, республиканцам нужна стратегия победы, которую реализует заложный, ну, и, понятно, через Байдена. То есть, Байден должен попросить у Зеленского предоставить вот этот план для того, чтобы быть уверенным, что они рационально используют, ну, выделяют, в первую очередь, и затем, значит, будут использованы деньги. То есть, как Украина может победить и сколько времени это займет. Это реальный план? И правильно ли постановка вопроса в данной ситуации? Мне кажется, это постановка вопроса в интересах Украины. Потому что, отвечая на этот вопрос, Байден должен, если он честно будет отвечать, не выкручиваться, как обычно, он должен сказать, что делается все для того, чтобы не был разгромлен Путин. То есть, для того, чтобы Украина не одержала победу, не реализовала цели, о которых говорит Зеленский, выхода к границам 91-го года. Вот, и сокращающиеся поставки вооружений приводят к тому, что, ну, никакие цели, связанные с контрнаступлением, просто не реализуемы. И Залуженный, я помню его более раннее заявление, когда он говорил о том, что контрнаступление, конечно, возможно, но если будет оружие. А если не будет оружие, он как-то так сформулировал, смысл был, что иначе придется идти в рукопашную. А это не та война, которая нам нравится. Понимаете, уничтожить Украину, воевать до последнего дедушки там в деревне, это реализуемая задача, но, в общем, это не цель ни Украины, ни Зеленского, мне кажется. Вы ознакомлены со статьей в журнале «Тайм» автора Саймона Шустера. Он очень критично описал ситуацию, рассказал о том, это и для наших телезрителей, что в близком окружении Зеленского есть противоречия, в том числе между военным кабинетом Украины и руководством страны. Также есть инконт версии противоречия, но и другие события он написал, которые нелицеприятны для украинского руководства. И тут где-то через небольшой промежуток времени появляется статья, где, значит, заложены, говорит о тупике, о сложностях и так далее. Это звенья одной цепи? Или это совпадение? Это случайность, что одна тема, поднятая в одном издании, была продолжена или выглядела как ответ в другом издании. Кстати, тоже западно. Мы с вами живем в очень странном мире. В этом странном мире есть реальность, о которой никто не хочет говорить, о которой неудобно говорить, не политкорректно говорить. И есть установки, так сказать, установки пропагандистской кампании, политкорректной установки, государственной власти. Это разные вещи. Украина проигрывает эту войну. Значит, ни о каком контрнаступлении, ни о каком возвращении к границам 91-го года речи не может вестись, потому что, ну, нечем воевать. Офис президента, внутри Офиса президента, там, конечно, некие происходят процессы, такие сложные взаимоотношения, но они мало имеют отношения к реальности. Главная проблема сегодня, и это не проблема в Офисе президента, не на банковой проблемах. Главная проблема Украины, она в Вашингтоне. Отсутствие желания, честного желания, помочь Украине победить в этой войне, разгромить Путина. Этого желания там нету, и оно не реализуется, а скорее, наоборот, делается все, чтобы сдержать. Ну, вот Зеленский, меня это очень волнует, Зеленский в своих там репликах, хотел сказать, шустр, Саймон, значит, заложный, но они говорят не о главной проблеме, они говорят о взаимоотношениях в Офисе президента. Ну, какое это имеет отношение к реальности? В реальности, ну, мы находимся перед катастрофой, которая закончится в лучшем случае заключением перемирия, при остановке войны, о чем, кстати говоря, и я говорил просто в начале войны, что цель демократической администрации заморозить этот конфликт по типу корейского, там, по 38-й параллели. Там это было сделано, но здесь чуть по-другому. Ну, вот оно и реализуется, и можно обсуждать, как Ермак реагирует на слова Зеленского, как реагирует, так сказать, или оценивает слова Зеленского на Ристович. Это очень интересная тема, но к реальным событиям-то это никакого отношения не имеет. Это разговоры о политкорректности, о желании не говорить о главной проблеме. Главная проблема, если ее сформулировать очень жестко. Сегодня Украина сражается не с Путиным, не только с Путиным, но еще и с Байденом, к сожалению. Хорошо. Ну, давайте детализируем. Значит, смотрите. Глава Пентагона Остин заявил о том, что... Ну, вообще-то речь идет, конечно, о письме госсекретаря Блинкина. Его подписал также и глава Пентагона Остин, министр финансов Елен, директор агенства США по международному развитию ПАВР, и они там обратились в Конгресс, чтобы Конгресс утвердил 11,8 миллиарда долларов бюджетной поддержки для Украины в ближайшее время. Ну, и, в общем-то, мы так вот в Украине наблюдаем за этими процессами, у нас складывается впечатление, что, в первую очередь, республиканцы как раз топорят активное финансирование Украины. Ну, у них свои аргументы, и, кстати, очень рациональные. А вы все время говорите, вот в интервью не первый раз мне о том, что эта администрация Байдена тормозит, дедушка Байден не сильно соображает, как правильно действовать в этой ситуации и тому подобное. То есть, кто же крайний в этой всей истории? Крайний в этой истории во все социалисты, которые пришли к власти в США в 20-м году и которые начали с отмены санкций против России. Всех санкций начал действовать Северный поток-2, там фактически сегодня не работают все санкции, запрещавшие России производить современное оружие. Отменили все санкции против Ирана, который сегодня поставляет современное оружие на эти беспилотники России и Россия ими бомбит Украину. Социалисты у власти, перед этим были у власти традиционалисты Трамп и Путин сидел тихо, как мышка под веником, никуда не вылезал, молчал и Иран молчал. Это главная проблема и сегодня это проблема не только Украины, это проблема и Соединенных Штатов, это проблема мира вообще, это, как выяснилось, проблема Ближнего Востока, в том числе, и Израиля. Константин Иванович, я с вами соглашусь, если говорить об исторических реалиях, в которых мы живем, и то, к чему это все привело. Но я на сегодняшний день вот конкретно спрашиваю вас, ведь все-таки первыми заявили республиканцы об условии вы нам стратегию победы, мы вам даем деньги. Значит, не первый раз я слышу о том, как представители республиканской партии заявляют о том, а правильно ли мы, начиная там с Десантиса, заканчивая последнего кандидата от республиканцев, которого играл праймер из Сарамасвами, если я не ошибаюсь, который говорил, что вообще Украина это не наше дело, мы должны решать внутренние проблемы. То есть такая риторика в основном от республиканцев. Вот поэтому, я думаю, аргументирован мой вопрос. Я хотел бы знать, почему в течение всей этой войны Соединенные Штаты поставляют Украине недостаточно оружия, оружия недостаточно для победы. Почему? Почему поставляют оружие одновременно и Байден, и Блинкен заявляют о том, что их цель не допустить разгрома Путина? Выделяющие на этот фокус или на это шутовство деньги республиканцы задают простой вопрос. Как долго это продлится? Какая цель? Почему вы не поставляете современное оружие? Трамп открыто говорит, что этот конфликт можно закончить в течение 24 часов. Ему Зеленский отвечает, что в течение 24 минут он объяснит этому непонятливому Трампу, что вот это невозможно. Понимаете? Вы хотите победить Путина? Вы хотите отстранить Путина от власти? Я думаю, да, и я хочу. А Байден открыто заявляет, что он не хочет. И придумывает при этом отмазки, связанные с республиканцами, которые не у власти. И вы повторяете эту пропагандистскую хрень, которая вообще никакого отношения к реальности не имеет. Республиканцы виноваты в том, что полтора года вместо помощи Украине приходят одни слова помощи. И если бы не Польша, если бы не страны Балтии, если бы не Великобритания, этой помощи не было бы вообще перед войной. Давайте так, Танцин Анатанович, я, в общем-то, задаю вам вопросы, исходя из анализа той хрени, какую распространяет ваша пресса в Соединенных Штатах Америки. Это основные издания, которые принадлежат в первую очередь демократической партии и параллельно республиканской партии. Это очень влиятельные издания, которые формируют общественное мнение в Соединенных Штатах Америки. То, что происходит здесь, в Украине, я это прекрасно знаю, потому что в этом процессе я живу. Так что давайте будем аккуратны в дефинициях, мне кажется. Да, значит, то, что Зеленский, он же был в Вашингтоне недавно. Знаете, я разговариваю сейчас с украинской диаспорой, которая там каждый день выходит перед Белым домом, требует ленд-лиза. То, что он ни разу не поднял этот вопрос, не то, что там не скандал не устроил, мог бы устроить скандал, так же, как в свое время премьер-министр Израиля сказал президенту Соединенных Штатов, был такой момент, знаете, вы нас лучше не получаете, мы обходили, Израиль обходился без оружия Соединенных Штатов, и обойдется в этот раз. Если вы хотите нам помогать, помогайте. Вот это тот вопрос, который Зеленский обязан был поставить перед Байденом. Мне кажется, что сравнение с Израилем абсолютно некорректно, потому что, Константин Анатонович, у них на самом деле есть у Израиля и США межгосударственное соглашение о помощи в случае критических, в случаях военного состояния. Что касается Украины, то у Украины нет таких договоров с Соединенными Штатами, и наши взаимоотношения крепятся лишь только добрым словом и, я не знаю, какими-то другими аргументами. Виталий, я прошу вас не перебивать меня, но это не, я же не перебиваю вас. Пожалуйста. Хотя мне иногда хочется, да. Значит, демократическая администрация полтора года порочит голову Зеленскому. А Зеленский вместо того, чтобы предпринимать хотя бы дипломатические усилия, значит, идет в фарватере политики демократической администрации. Последняя его реплика связанная с Трампом. Это поддержка Байдена, поддержка хромой утки, поддержка президента, который уходит. Что будет делать Украина после того, как к власти придут республиканцы через год? Я не понимаю. Понимаете, то количество хамства, которое услышал Трамп от президента Украины, вот, не предполагает каких-то позитивных действий по отношению к Украине. Вот. Я думаю, что политика Зеленского, она просто ошибочна, и это одна из причин того, что сегодня происходит в Украине. О каком хамстве вы говорите, если можно более конкретно? Потому что я очень хотел бы напомнить, что Зеленский дал интервью телеканалу NBC и предложил Трампу приехать в Украину, который сказал буквально недавно, что если бы он был президентом США, то мог бы, как вы уже подтвердили, завершить эту войну в течение одного дня. Затем, после такого предложения Зеленского, Трамп дал интервью телеканалу американскому Newsmax, где сказал, что с большим уважением относится к Зеленскому, но, соответственно, не приедет в Украину, потому что считает, что это абсолютно не кстати в это время ехать, так как Зеленский введет политику именно с Байденом. Я хотел бы, чтобы вы высказали по этому поводу свою мысль. Как вы это понимаете? Это дипломатический язык. Понимаете, когда дипломат вдруг говорит, что он относится с большим уважением к кому-то, это означает буквально противоположно, что он не уважает этого человека. Трамп предложил Зеленскому три года назад на территории Украины было совершено уголовное преступление, коррупционное. Президент самой крупной мировой державы обратился к президенту не самой крупной державы с предложением расследовать преступления, совершенные в его стране. И Зеленский сказал, что не хочет вмешиваться в политику. То есть он фактически стал соучастником преступления, если называть вещи своими именами. Значит, вот это обращение к президенту США, бывшему президенту, с предложением приехать и ему в 24 минуты Зеленский объяснит президенту, который закончил университет Лиги Плюща, он ему неразумному объяснит, он президент, закончивший экономический институт Криворожского института строительного или экономического, он ему объяснит, что на самом деле происходит, но это понимаете, это хамство обычно. Трамп очень четко дал понять Зеленскому и Украине, и это надо услышать, что если вы хотите поддерживать социалистов Соединенных Штатов, то есть наносить ущерб Соединенным Штатам, вред от этих социалистов, от этого Байдена для Соединенных Штатов колоссальный, и Зеленский сегодня он даже в этом ответе Трампа, он даже поставил Байдена в пример Трампу, что вот он ездил в Украину и морочил голову, кстати говоря, украинцам, я слушал его речь в Варшаве, но это просто потоки лжи, понимаете, потоки лжи, обещаний, которые он не собирался выполнять. Послание Трампа очень ясное, оно связано с тем, что дипломатический корпус Украины, сам Зеленский совершает ошибку, за которую придется расплачиваться, уже Украина расплачивается, ни о каком возврате территории при такой дружбе с Байденом. В этой войне Украина сражается не только с Россией, она еще сражается с демократической администрацией, а Зеленский об этом не говорит, понимаете, это трагедия. Честно говоря, я так понимаю, что Зеленский сделал свою ставку в свое время, я говорю о поведении на тот момент, когда Трамп просил помочь с определенными документами относительно коррупционных схем сына будущего президента на то время кандидата господина Байдена. Так вот, я хотел бы вас спросить, как человека, который имеет огромный политический опыт. А почему вы считаете, что Зеленский должен был поступить иначе? Может быть, это тоже была какой-то степени правильная позиция? Иначе все остальные бы заангажированные политики, руководители в том числе разных стран, говорили бы о прямом влиянии на избирательный процесс в США, если произошел бы такой слив документов, и, соответственно, неравную конкуренцию между кандидатами на то время Трампом и Байденом, то есть вмешательство во внутренние избирательные процессы в Соединенных Штатах Америки. Можно ли на это так посмотреть? Нет, на это так посмотреть нельзя, потому что перед тем, как Трамп обратился к Зеленскому, к Порошенко обратился сам Байден, тогда вице-президент, и сказал, либо вы прекращаете расследование и снимаете с должности этого прокурора Шокина, либо вы не получите одного миллиарда долларов. Понимаете? И Порошенко снял прокурора Шокина с должности и получил миллиард долларов. Значит, вот эта политика невмешательства, равного расстояния, она, понимаете, это же вопрос, который от Зеленского не должен зависеть. Совершено уголовное преступление, причем здесь Зеленский, который принимает решение, что это не уголовное преступление, что его не надо расследовать. Почему это делал Порошенко, мы знаем, и обсуждать сегодня не будем. А почему это сделал Зеленский, потому что он стал на сторону демократической администрации, потому что вот в этом треугольнике Зеленский, демократы и республиканцы, он занял позицию, так сказать, демократов. Я опять приведу вам в пример Израиль, который дипломатически маневрирует в тех же самых условиях, не поддерживая ни демократов, ни республиканцев. У нас есть премьер, значит, премьер-министр Натаньяху, который был премьер-министром и при консервативных президентах США и при Обаме. И ничего страшного, Израиль не был связан с какими-то обязательствами, с политикумом Соединенных Штатов. А Зеленский связался, и он идет сегодня в фарватере этой политики. И результат отсутствия вооружения в Украине. Это результат действий в том числе и Зеленского. И сегодня Байден, я уже вижу это, они там потихонечку отходят от поддержки этого Зеленского, уже идут разговоры о том, что следующий президент нужен Украине. Они его не поддерживают, они предатели. Социалисты, они всегда предатели, понимаете, везде. Вот сейчас они подставили и предали Зеленского, подставили и предали Украину. То есть социалисты это демократы, а Зеленский просто неправильно сделал выбор и не на того поставил ставку. Я правильно вас понимаю, да? Зеленский не должен был делать выбор, не должен был делать такие ставки, это очень опасно. И Порошенко не должен был делать эти ставки, понимаете, в пользу там демократов. И пропагандистская компания сегодня, которая идет полным ходом в пользу демократов в Украине, начавшиеся со слов Байден при Д порядок на ВД. Вот это тоже ошибка, понимаете, это тоже преступление. Константин всеместное. И сейчас оно процветает. Вы посмотрите, сколько здесь работают структур, которые так напрямую или косвенно имеют отношение к финансированию определенными кругами этих людей, которые практически расплодились везде. У нас даже назначение на ответственные посты, мне кажется, порой не проходит без согласования с посольством Соединенных Штатов Америки. У нас посол Соединенных Штатов Америки встречается даже с руководителем Кабмина, ну были такие страницы, чтобы присутствовать при процессе приглашения на ответственные министерские посты определенных кандидатов. То есть без согласования с Соединенными Штатами, ну правда, у нас ничего практически не происходит. Более того, мы кардинально зависели последние 10 лет или даже больше от финансовых вливаний в украинскую экономику через там Международный Валютный Фонд, я не знаю, Мировой Банк и другие организации, штаб-квартира которых находится в Соединенных Штатах Америки. А априори это все связано с той прослойкой, которая напрямую курирует процессы в США, то есть руководит страной. Вот я думаю, я минимально, извините, что занял немножко времени, но вот эту поповинную связь, я думаю, я описал. Может быть, от этого и проблема. Ну, это довольно распространенная позиция. Сейчас вот с одним экспертом я разговаривал недавно. Он поездки, две поездки Арестовича в Соединенные Штаты, но это не сторонник Арестовича, видимо, он назвал это, что Арестович повез резюме в Соединенные Штаты. Это, кстати говоря, не так. Арестович маловероятно будет президентом, он поддерживает Зеленского и Атачи. Это довольно распространенная, знаете, позиция таких российских традиционалистов, националистов, империалистов, которые называют Вашингтон Вашингтонским обкомом. И в этот обком ездят. Но это не так, конечно, понимаете, и присутствие посла Соединенных Штатов, ну, нужны ходатай украинской дипломатии, украинским властям. Вот, но из этого не следует, что нужно, так сказать, просто указания выполнять. Следовать в фарватере американской политики. И многие решения американских лидеров принимались не, так сказать, не по указанию там, Соединенных Штатов. И сегодня, когда Украина переходит постепенно, вот, ну, в новое состояние, послевоенное, вот, и мы видим признаки активизации России уже на направлении таком экономическом, когда вдруг Ренат Ахметов выигрывает там, 225 миллионов долларов в Гаакском арбитражном суде, чего не было никогда. Россия никогда не проигрывала эти арбитражные суды, и там всегда есть возможность остановить решение, понимаете, а здесь вот счастливчик такой, как в лотерею выиграть. Маловероятно, но иногда происходит. Вот, надо понимать, что война-то, она будет продолжена, и в этом смысле зависимость или связь с Соединёнными Штатами, с Европейскими государствами для Украины сейчас очень важна, именно для того, чтобы хранить независимость хотя бы на вот той оставшейся части Украины, и продолжать существовать или даже стать очень успешным государством. Интересная мысль, но всё же американское влияние было очевидным, я думаю, что как человек, который живёт в Украине и следит за политическими процессами, у меня складывается такое впечатление, потому что мы очень сильно зависели от западных денег, а где зависимость от западных денег, она очевидна, это, как правило, за собой преследует и мотивацию политического подчинения. К сожалению, мы это ярко видели на примере Порошенко и то, что вы описали с Шокином и Байденом, а вот что касается Зеленского, эта тема просто мягко продолжилась, может быть, по той причине, что Владимир Александрович человек молодой, был на то время неопытный и, возможно, неправильно сориентировался в сложных геополитических и мировых процессах. Но это нужно признать, отсутствие опыта, оно влечёт за собой определённые проблемы. Молодая очень команда. Команда очень молодая, неопытная и ориентироваться на старую команду просто опасно. Ориентироваться на старую команду, скажем, в спецслужбах, это значит быть под влиянием КГБ, ФСБ, ориентироваться на старую команду в дипломатическом корпусе, но тоже быть под влиянием России, и это мы видим по многим признакам, и это опасно. То, что касается, знаете, американского влияния, вот российские империалисты, националисты, они считают американским влиянием даже принципы, которые необходимо соблюдать в современном демократическом государстве, в рыночной экономике, верховенство права, открытая экономика, ну и так далее. Даже это считается американским влиянием и должен вам сказать, что после 91-го года нам не удалось отстоять ни мне, ни Гайдару, ни многим сторонникам открытой неимперской экономики, нам не удалось отстоять открытость экономики России. Начались закрыты аукционы, ну всякие другие гадости, то же самое, почти то же самое произошло в России. Вот эта олигархическая структура экономики и власти, соответственно, с которой боролся Саакашвили и считал, что это, ну, главная проблема Украины, ее победить не удалось. Она победила, Саакашвили. И уже наш с вами президент демократической настоящей Украины Владимир Зеленский поддержал Саакашвили. Саакашвили пришлось уехать из Украины. Вообще, там же ведь огромное количество экспертов высочайшего уровня, то есть там в нескольких десятков километров Бальцирович. Понимаете, то есть можно было бы начать делать из Украины конфетку уже давно, но этого ничего не делается. Ну, это отдельная тема для разговора, потому что расслоение общества, расслоение классов в политической системе, то есть группа людей, которые смотрели на Украину как на элементы обогащения и до последнего в этом сегменте работали, это как бы наводит на серьезное размышление, а правильным путем прошли мы эти 27 лет или 30 лет последних независимостей я имею ввиду до прихода будем говорить как человека с новым видением и человека не из политической системы, я говорю о Зеленском, но и по Зеленским процессам вот этим вот как у нас говорят уже заметно к чему тяготит команда Владимира Александровича и он сам. Но я другом, вот я говорю о зависимости, ну так я может быть и сомневался бы в какой-то степени, если бы не прочел в книге Киссинджера заявление о том, что дружить с, нет, как там, быть врагом Соединенных Штатов Америки это опасно, а что касается дружбы с Соединенных Штатами Америки это смертельно опасно, ну разве не гениально? Ну вы знаете, многие писатели, так сказать, эксперты высокого уровня и Киссинджер и Брюзенский там, который говорил вообще о шахматной доске в таком случае, но их заявления они такие абстрактные, понимаете, Киссинджер делал много очень противоречивых, противоположно значимых заявлений, понимаете, ориентироваться на одно из них нельзя, это, знаете, как в университете, вас учат не фактом, вас учат технологии, думания, технологии, построения там, моделей, вот, на каких-то конкретных примерах, а сами примеры могут быть верными или неверными, вот, это не очень важно. Ну и вот то, что мы обсудили с вами, это очень глубокие вопросы, но меня интересует ваше видение, а какой должна быть линия поведения украинской власти в данной ситуации, чтобы не привести страну к катастрофе? Сегодня и всегда надо было бы делать ставки на традиционалистов в тех же Соединенных Штатах, на Республиканскую партию, сотрудничать с ней. Не обязательно при этом, не знаю, говорить гадости Байдену или там Энтони Блинкену, вот, надо держаться на равном расстоянии от всех, взаимодействовать, сотрудничать, не приглашать к себе президента Трампа, чтобы объяснить ему, что он на самом деле не понимает в политике, понимаете, а сотрудничать, сотрудничать с Конгрессом, ну, понимаете, то, что произошло во время визита, когда Конгресс отказался слушать Зеленского, это же было согласованное выступление формально, после того, как Зеленский начал говорить не о Ленд-Лизе, а о глобальном потеплении, они сказали, а зачем нам этого штимпа слушать, он опять нас будет убеждать в том, что глобальное потепление или, не дай бог, ЛГБТ-повестка или трансгендерная повестка, это самое главное, что волнует Украину, пошел он к черту, ему отказано было выступление, понимаете, и то, что он демонстрирует вот это следование в Фарватере демократической партии, социалистической партии, ну, ошибка, это ошибка, которая нас с вами должна, должна сторонников развития Украины, должна очень волновать. Сегодня надо сотрудничать с традиционной Америкой, с той Америкой, которая была 200 лет до этого и будет следующая 200 лет. Они с социалистами, которые пришли, набили карманы, вызвали инфляцию и безумную и уйдут надолго теперь, надолго. Понимаете, но дело неблагодарное давать советы, тем более такому великому президенту, как Зеленский. Ну, мы же рационально подходим к жизни, поэтому все эти шутки, но все же я так понимаю, что месть республиканцев Зеленскому за тесное сотрудничество с Байденом, она очевидна. Но, с другой стороны, а Байден сейчас президент страны, соответственно, он убеждает Зеленского в том, что он готов дать деньги и говорит и оперирует определенными суммами и кивает на Конгресс, который не считает нужным эти суммы выделять. Если бы это было мирное время и у нас на границе была какая-то вспышка вяло текущая, я не знаю, там, а то или так далее, система координат как бы понятна. Но если у нас катастрофическая ситуация, война открытая, ужасная и задержка во времени и в деньгах играет колоссальную роль, речь идет о человеческих жизнях, я думаю, что эта игра очень даже лицемерно выглядит на фоне этих всех процессов. Вот смотрите, у вас катастрофическая ситуация, вам нужны деньги, вам эти деньги может дать ваш знакомый, хороший знакомый, вы идете к нему, можете обращаться, просить в долг, но вы же не будете ему рассказывать, что он ни хрена не понимает, что делает, что у него жена вообще женщина легкого поведения, но Зеленский ведь именно это и делает по отношению к традиционалистам Соединенных Штатов. Понимаете, поучать президента Соединенных Штатов, который фактически остановил очень многие негативные процессы, который остановил Путина, между прочим, Путин все четыре года сидел тихо, который остановил Иран, вот тоже тихо, который остановил Северную Корею, что было очень непросто, понимаете, который остановил Китай. Понимаете, вот этот великий человек, эксперты его называют равным Рейган, вот этому великому человеку, значит, президент Украины, вместо того, чтобы прислушиваться к его мнению, начать там, не знаю, поддерживать его, встречаться, он начинает объяснять, что он полный идиот, что он не понимает простых вещей, не понимает, что остановить войну 24 часа невозможно. Вот. Ну, какой результат вы хотите получить? Я думаю, что Зеленский поставил очень жирный крест на нормальных отношениях с Соединенными Штатами. Вы должны понимать, что Трамп, это же ведь половина Соединенных Штатов, традиционалисты, консерваторы, половина, кроме Трампа, еще там, огромное количество политиков, теперь доминирующие республиканцы в Нижней Палате Конгресса, но он не проявил неуважения ко всем этим людям и, с другой стороны, поддерживает просто шпану. Шпана, которая пришла к власти, ну, не так, как в России, понимаете, но вроде того, которая фальсифицирует выборы, которая там пытается остаться у власти, которая в Соединенных Штатах устраивает ГУЛАГ. Ты, больше тысячи человек арестованы за, и получили огромные сроки за приход к Конгрессу. Это репрессии. И судя по тому, как вот эти сторонники Хамаса все отпущены, никто не привлечен к судебной ответственности, но нам должно быть ясно, что такое социалисты у власти. Понимаете, и Зеленский этих уродов поддерживает, помогает. Я понимаю, что у вас личная неприязнь, я так понимаю, к Байдену и к Демократической партии явно прослеживается, но все же, а как должен Зеленский реагировать, например, на заявление того же самого Ромасвами, если я правильно называю фамилию, который говорил о том, что готов пойти на сделку с Китаем, то есть отдать, соответственно, часть аннексированных на сегодняшний день для нас это оккупированные территории России, Российской Федерации, имеется в виду украинские территории, чтобы та в свое время откололась, когда, значит, с китайцами договорятся, от Китая, ну, имеется в виду, отошла от союзничества и от сближения, которое сейчас становится абсолютно явным, то есть просто Украина является разменной монетой в глазах республиканцев, и что, после этого Зеленский должен как-то по-другому относиться к республиканцам? Мы чуть-чуть спутали Рама с вами, это его в шутку называют Рама с ними, Рама с вами, значит, заявил, что Зеленский должен просто вступить в все эти территории Украины Путину, и Тайвань должен, так сказать, войти в подчинение к Китаю, то есть он заявил о том, что он готов передать Тайвань Китаю, значит, это кандидат в президенты, который чуть-чуть преодолел в республиканской партии барьер в 1% поддержки, понимаете, это никто, просто никто, вы об этом говорите, потому что вам влили эту историю в уши демократы, они сегодня каждое заявление любого республиканца, они его транслируют и чуть-чуть перевирают, понимаете, ну вот Трамп, например, сделал, но это было полгода назад, он сделал заявление такое, что по всей видимости Зеленскому придется уступить, Украине придется уступить часть территории России, по всей видимости, для остановки конфликта, это было полгода назад, ну, мы же понимаем с вами, что он имеет ввиду, как это заявление транслировалось вот здесь, в Украине, у вас, Трамп выступает за передачу Путину всех оккупированных территорий, но это похоже на то, что Трамп сказал или нет, но, наверное, не похоже, понимаете, пропагандистская кампания, мы с вами очень любим, я многих экспертов украинских слышу это, там, про то, что вот российская пропагандистская кампания на нас не действует, мы достаточно интеллектуальны для того, чтобы понимать, что нам морочат голову, а пропагандистская кампания, которая ведется под нос вот этими сросятами, так сказать, демократической партии, она не просто воздействует на сознание экспертов украинских, она их просто захватывает, понимаете, они начинают повторять, вам слово хрень не понравилось, но они начинают повторять эту муть, понимаете, мне кажется, что ко мне это не имеет отношения, так как я не заангажированный журналист, я о другом немножечко, так все-таки, Рома с вами говорил о такой сделке или нет? Конечно, конечно говорил, ему необходимо было обратить на себя внимание, он понимает, что в этом цикле избирательного ему не светит ничего, но в этом цикле он может пока что в сторону, извините, а говорил ли Трамп, что это умный парень, имея ввиду Рома с вами, и в случае, если я стану президентом, возможно, он будет моим вице-президентом? Еще Трамп говорил про... Простите, скажите, да или нет, говорил ли Трамп? Не знаю, не знаю, я должен посмотреть точную цитату, что сказал Трамп. 23 апреля это заявление тиражировалось во всех СМИ. Ну, вы мне все-таки позвольте ответить, еще Трамп говорил, что Ким Чен Ын классный парень. Он его обнял, и они вместе пересекли границу. Из этого следует, что Ким Чен Ын станет вице-президентом у Трампа? Я думаю, нет. Еще Трамп говорил, что Путин там, молодец, напал на Украину. Понимаете, из этого следует, что Трамп поддерживал Путина в его желании оккупировать Украину? Ну, наверное, нет. Наверное, он говорил о том, что в условиях вот этой демократической администрации Путин молодец, он воспользовался слабостью Соединенными Штатами и начал решать свои проблемы. Он герой, молодец. Ну, это же саркастическое замечание, но это же надо понимать. То же самое с Ромасвами. Ну, молодой политик, предприниматель с очень сомнительной историей приобретения своих там полутора или трех миллиардов, значит, который говорит, пытается просто остаться в информационном пространстве. Ну, почему не восхититься этим Ромасвами, который, безусловно, не является конкурентом Трампа? Ну, он и восхитился. Да, тонко, тонко. На самом деле, я всегда считал, что Восток дело тонкое, оказывается, и Запад это дело тонкое. Ну, в общем, мы ставим три точки. В общем-то, те темы, которые мы сегодня рассмотрели, я думаю, будут интересны и познавательны для наших зрителей. Константин Анатонович, я вам очень благодарен за ваши ответы на мои вопросы, за ваши мысли. Еще раз прошу извинить меня за то, что я перебивал в некоторых моментах. Надеюсь, что это не испортило вам настроение. Спасибо и вам, уважаемые зрители, что были с нами. Это канал Дикий Лайв. Сегодня гостем нашего канала был российский политик, аналитик, политэксперт Константин Натанович. Баровой. Благодарю, жму вашу руку. Подписывайтесь на мой канал, не теряйте оптимизм. С большим уважением, Виталий Дикий. Через какой-то промежуток времени встретимся. Спасибо. Спасибо вам, Виталий. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok